Приветствую вас на канале ТОП ФАН ГЕЙМС, с вами Элитон. Сейчас стало очень популярно выдавать на свет игры по типу песочниц с мультяшной графикой, скорее всего причиной этому стал Майнкрафт. И вот в этом рынке к нам пришла еще одна песочница с графикой квадратного мультфильма и немного приправленной РТС-специями, и имея Стангард. Игра привлекает своей простотой и ненавязчивостью, вам не нужно воевать за территорию или ресурсы. Здесь все куда прочее, у вас есть группа поселенцев и ваша задача не дать им умереть. В начале игры вам рассказывают предысторию, в которой вы делаете выбор за кого будете играть. Воу одной фракции склонность к торговле, у другой к работе. Дальше вам предлагают предбиом и стартовую локацию, которая генерирует саратомно взять пару поселенцев и пару начальных предметов. Иплей тут очень прост, но затягивает ужасно. Как говорил, игра очень похожа на Майнкрафт, только если бы он был стратегией. Все как и там, добываем ресурсы, копаем шахты и строим дома. Говоря о строительстве, нам предлагают самим возводить здание, как мы хотим. Для этого имеется, опять же, простой, но весьма удобный конструктор. Но все то же самое, что и в Майнкрафте, но быстрее и удобнее. Не стоит забывать, что это все-таки стратегия принципа «развивайся, выживай». И вот здесь уже идут отличия от подобных игробрадев. У нас есть дерево, профессии, и один поселение сможет изучить лишь одну ветку. Этим нас заставляет думать, что сделать в первую очередь, а что отложить на потом. Можно сначала обучить повара и фермера, нежели воина и кузнеца. Элемент стратегии, вот что дает преимущество Stoneheart перед другими играми. В общем, игра забавная и может затянуть на толку, но стоит помнить, что она находится в альфа-версии. Хотя значительных багов не так уж много, но они все же есть. Если Stoneheart вас заинтересовала и вы хотите насладиться ей полностью, то стоит дождаться хотя бы беты. А лучше вообще самого релиза. Если же вам не терпится и вас не смущают такие лаги, как окошки без текстов и двойные и тройные клики, то смело качайте и не забудьте проверить свой кошелек, ведь игра платная. С вами был канал TopFunGames и помните, играйте лишь в хорошие игры. Субтитры создавал DimaTorzok